Здравствуйте, дорогие телеблогеры или те, кто случайно наткнулся на это видео из-за интересного названия. Вы смотрите еженедельную программу Монитор, где я, Бакуня, буду рассказывать вам об интереснейших постах за неделю, о некоторых нововведениях платформы и, да, наверняка вы подумали о рекламе. Предупреждаю, в программе Монитор никакой рекламы не будет. Не будет, я сказала. Это передача своего рода возрождения, когда-то начатых субауэром Ювиньюз. Всех привет, в эфире программа Вайвиньюз и мы начинаем новости. Третий выпуск Вайвиньюз. Правда, немного в апгрейд формате. Самый аналитический аналитик из всех аналитиков в аналах Ювижн, блогер Симпатикус, опубликовал на днях свой макроотчет с поездки на нефтяное месторождение в Атераусскую область. В своем посте Баглан рассказал не только о том, как они с еще несколькими блогерами слетали на одной из наших миллиарда хранилищ, но и как учитель географии рассказал несведущим людям о том, что такое нефть, где, кто и в каких количествах ее добывает. Ну и затронул самое больное место казахстанских водителей – цены на бензин. Пост вызвал бурю оваций в адрес автора. В виде комментариев – хороший пост. Автор, пиши еще. 45 лайков, 36 отправок в Твиттер, 1500 просмотров. И все это за один день. Тем временем у блогера Симпатикус всего лишь 329 подписчиков. Непорядок, друзья. Давайте доведем его до 1000. Продолжение темы нефти. Ну как тема нефти? Блогер Бахаджан-2010 в жизни Бахаджан Тори Гожина, вдохновленная примером русского собрата Навального, опубликовала в своем блоге интересного рода документы. Они содержат информацию о заработной плате вольных нефтяников Жана Озена. Самым интересным, как ни странно, оказались комментарии к посту. Впоследствии половина комментаторов была добавлена в черных списках Бахаджан. Впрочем, как обычно. Блогер Улан опубликовал в своем блоге историю о том, цитирую, как я свидетельство о рождении получал. Нет, Улан не для себя получал свидетельство. Он довольно-таки уже большой, настолько, что получал свидетельство для своего сына. Кстати, Улан, поздравляем тебя с рождением ребенка. Назвать своего сына Улан решил Каражегитов Амир Улан-Улан. Казалось бы, ничего необычного, но представителям закона это имя не понравилось. Читайте в посте Улана подробности. Самый цитируемый блогер Ювижена господин Ниязов с одноименным ником опубликовал в своем блоге серию мистических рассказов про Алматы. Рассказы Ниязова будоражат сознание и подшатывают нервную систему. Вот уже семь опубликованных произведений мешает офисному планктону нормально работать или того хуже сидеть в социальных сетях. Подписывайтесь на блогера Ниязов и читайте его рассказы. О событиях. Фэшн-тема актуальна всегда и во все сезоны, но в эту неделю особенно. Еще не совсем известный блогер Фэш... Фэш... Фэшью... Прочитайте здесь, пожалуйста. Опубликовала на днях в своем блоге список казахстанских моделей, покорившие мировой подиум. Хороший обзор казахстанских красавиц только подогрел интерес к проходящей на этой неделе Казахстан Фэшн-Вик. Кстати, некоторые из наших модных обозревателей уже опубликовали свои отчеты. Читайте блудисов и смотрите репортажи Димы Губина. К новостям культуры. Талантливый блогер Энза опубликовала в своем блоге секреты творческого процесса создания анимированного клипа на песню «Небо». Весь клип был полностью смонтирован из картинок, которые нарисовала Катя. В своем посте Энза раскрыла творческую кухню, рассказала о истории, которая легла в основу сюжета клипа, с кого срисовывались герои и сколько времени ушло на создание этого шедевра. И в заключение о новостях платформы. Многие из вас заметили на главной странице раздел «Топ-блогеров». Что это? Попытка вернуть карму? Открою вам тайну. На самом деле это количество уникальных просмотров блога за 4 дня. Это не зависит от времени публикации поста или их количества. Цифры отображают количество людей, посетивших ваш блог за 4 дня. Это далеко не все самые интересные посты за неделю. Читайте, слушайте, смотрите, а главное пишите на iVision. Мы мониторим всю блог-платформу. Мы за вами следим. С вами была ваша сегодня серьезная Бакуня. Редактор субтитров А.Семкин